Все думают, что яблоки это провитамины, но фокус в том, что витаминов там кот наплакал. Так а что же реально может снижать риск инфаркта, диабета и даже некоторых видов рака? Не витамин С, не железо, а что-то другое. Сейчас разберемся, за что яблоки можно считать почти лекарством и где нас кормят мифами. А еще разберем вечные вопросы, нужно ли счищать кожуру, почему выпить сок не то же самое, что съесть яблоко, и какой сорт выбрать, если у вас диабет или просто хотите максимум пользы. Самый распространенный миф про то, что яблоки это кладезь витаминов. На самом деле нет. По содержанию витаминов и минералов они ближе к аутсайдерам среди фруктов. Но именно этим они и интересны. Польза в яблоках, море и дело вообще в другом. Оказывается, главные герои здесь полифенолы, биоактивные вещества. Именно они защищают наши сосуды, сердце и даже дыхательную систему. Представьте, всего одно небольшое яблоко в день и риск умереть от сердечно-сосудистых болезней может снижаться на десятки процентов. У женщин эффект особенно заметен. Примерно минус 40 процентов по сравнению с теми, кто яблок не ест. У мужчин тоже работает около минус 20 процентов. Это не таблетка и не гарантия вечной жизни, но статистика впечатляет. И, кстати, этот эффект подтверждали даже у пожилых мужчин. То есть яблоко – это не только детский прикорм, а инструмент для решения взрослых проблем. Чтобы вы понимали масштаб, исследователи сравнивали действия яблок на здоровье людей 50 плюс с действием статинов – препаратов, которые снижают холестерин. Конечно, это не значит, что яблоки могут заменить лекарства. Но представьте, кусочек фрукта каждый день и эффект примерно той же силы, только без побочек. Звучит не так уж скучно, правда? Что еще важно? Антиоксиданты. Достаточно всего одного яблока в день, чтобы в крови активизировались защитные ферменты. То есть организм лучше справляется с окислительным стрессом, тем самым, что ускоряет старение и повреждает клетки. Даже стакан сока может дать кратковременный всплеск этой защиты. Но у целого яблока эффект стабильнее и безопаснее. Дальше онкология. У людей, которые едят хотя бы одно яблоко в день, риск некоторых видов рака заметно ниже. Полость рта, пищевод, кишечник, молочная железа – в среднем минус 20-30%. Это не панацея, но тренд очевидный. Включаем яблоки в рацион, и шанс заболеть существенно уменьшается. Конечно, они не заменят лечение и не поднимут иммунитет до небес, но на длинные дистанции их вклад виден. Есть и неожиданный бонус – легкие. У женщин, которые ели больше яблок, астма встречалась реже. Причем польза передается и детям. Если во время беременности яблоки есть регулярно, у ребенка меньше риск хрипов и астматических проявлений в раннем возрасте. Теперь про диабет. 2-3 яблока в неделю и риск диабета второго типа снижается примерно на четверть. Одно яблоко в день – почти на треть. Это статистика больших исследований. Для веса тоже есть доказанный эффект. В группе женщин с лишним весом те, кто добавил яблоки на фоне одинакового рациона, худели быстрее. Не потому что яблоко сжет жир, а потому что оно дает сытость при низкой калорийности и помогает удержать дефицит калорий. Интересный момент с желудком и кишечником. Пектины, вещества из кожуры могут защищать слизистую от повреждений, которые вызывают лекарства вроде обезболивающих. То есть яблоко не лечит гастрит, но снизить лишний риск оно способно. И вот ключевой вопрос – можно ли заменить яблоко стаканом сока? Ответ – нет. Когда мы едим целый плод, пектины и полифенолы работают вместе, уменьшают всасывание холестерина, поддерживают микробиоту. А вот если пить по пол-литра сока в день, холестерин в крови может даже ухудшиться. Если уж хочется, выбирайте нефильтрованный, но лучше съесть яблоко. Еще одна классика – чистить или нет. В кожуре в зависимости от сорта в 2-4 раза больше минералов, чем в мякоти. И большинство полезных веществ тоже ближе к поверхности. Так что кожура – это золотой слой. Снимать ее стоит только по медицинским показаниям. Или, если есть сомнения, в чистоте фрукта. Многие пугаются – яблоки блестят, значит, их чем-то покрыли. Но у ряда сортов, например, у Грэнни Смит, воск образуется естественно. Да, в магазинах иногда используют дополнительное овощение, чаще всего безопасными составами, вроде карнаубского воска. Как отличить? Натуральный воск дает матовый блеск. Искусственный – выглядит как глянец. В любом случае, мойте яблоки щеткой в теплой воде, и вопрос закрыт. Но не все яблоки одинаковые. Разные сорта отличаются по сахарам и по количеству полифенолов. Например, для здоровых людей лучше выбирать сорта с меньшей долей фруктозы и большим содержанием антиоксидантов. Винтер Банана, Ред Чиф, Скарлетт Спор и другие из этой линии. Для людей с диабетом приоритет другой – меньше глюкозы и сахарозы. Здесь подойдут Голден Делишес, Галла, Спартан и снова Винтер Банана. У него максимум полифенолов. А вот Грэнни Смит, несмотря на кислый вкус, не лучший вариант. Сахаров в нем много, просто они замаскированы кислотой. Итак, какая доза полезна, но безопасна? Оптимально – одно небольшое или среднее яблоко в день, то есть 100-150 грамм. Больше не нужно, пользы больше не станет, а вот фруктозы будет избыток. Если хочется усилить антиоксидантный эффект, не увеличивайте количество яблок, а добавляйте разные продукты – ягоды, капусту, шпинат, цитрусовые. Важен баланс и разнообразие. Есть нюансы. У детей и у людей с хроническими заболеваниями нормы могут отличаться, поэтому здесь лучше ориентироваться на врача. И помним, яблоки – это часть рациона, а не волшебная пилюля. Они работают только в связке с общим образом питания. Повторим коротко. Едим яблоки целиком, кожуру оставляем. Одно среднее яблоко в день – оптимальная норма. Сок – не замена яблоку. Сорт подбираем под задачу, ориентируйтесь на те, что можете приобрести в вашем регионе. И самое важное – разнообразие продуктов. Вот и все. Яблоко – простой продукт, но эффект от него измеряется десятилетиями жизни. Если материал был полезным, поддержите канал лайком и подпиской. А в комментариях напишите, какие сорта яблок чаще всего попадаются вам. Посмотрим, у кого самые редкие находки.